Здравствуйте. Я Шагин Анатолий Алексеевич. У меня тема немножко изменилась. Система, она стала такой. Система наук по идеологии творческого класса. Я являюсь, так сказать, идеологом творческого класса, к которому, в принципе, относятся все присутствующие, как бы они ни отказывались. И я разработал новую идеологию, в которой проявляется новое мировоззрение, новый взгляд на этот мир. И сегодня я вам расскажу, каким образом по этой идеологии необходимо давать определениям существующих наук, которые используются в обществе. Значит, я занимаюсь этим делом уже давно. Написал книгу «Социал», которая отражает идеологию творческого класса. именно в том, что главное движущее и развитие силы общества является труд творцов. В этой книге очень много математики, поэтому она намного меньше, чем книга «Капитал», которая была предшественницей данного труда. Если мы рассмотрим современные определения наук, то мы на каждую науку можем найти порядка 20 различных определений. Например, химия – это одна из важнейших и общественных областей естествознания, наук о веществах, их составе и строении, их свойствах, зависящих от состава и строения, их превращениях, ведущих к изменению состава химических реакций, а также о законах и закономерностях, которым эти превращения подчиняются. Такое определение химии не дает нам четкого представления, что же такое химия. В данном определении мы видим ошибку тавтологии, когда химия определяется тем, что она исследует химические процессы. Причем это определение довольно-таки распространенное. Вторая ошибка является в определении. Такое определение, когда химия, говорится, что это наука о природе. Но это слишком общее определение. Потому что и физика – наука о природе, и социология – наука о природе. Таким образом, мы видим разнообразные определения, которые практически нас ведут в тупик. Самым наиболее приемлемым определением, которое, я считаю, является определение Энгельса в диалектике природы, когда он определяет химию как физика атомов. Здесь методологически верно заключается в том, что химия определяется как через предыдущую материю природы. Вот такой принцип определения я решил использовать в своих определениях наук. Перейдем к мировоззренческой схеме. На рисунке 2 мы видим, по-английски это называется big history, то есть большая история развития материи. По горизонтальной линии представлены различные виды материи, последовательно установлены по уровню ее организации. По вертикальной графе расположена энергия взаимодействия элементов данной материи. Если смотрим по вертикальной, то элементы, которые взаимодействуют с выделением энергии, находятся в нижней части графика, а элементы материи, которые взаимодействуют с поглощением энергии, находятся в верхней части. В верхней части это характерно для биологической эволюции. По горизонтальной линии мы видим уровень организации материи. Причем этот уровень организации материи выстраивается именно по мере исторического появления отдельных элементов. А элементом является характерное проявление. Например, элемент химической формы движения материи, как вот здесь показано, это молекула. Элемент биологической формы материи – это организм. и так далее. На графике представлены все известные формы движения материи, в том числе механическая, физическая, химическая, биологическая и социальная. Эти формы движения материи представлены в теории марксизма, то есть идеологии рабочего класса. По идеологии творческого класса добавлены также информационная форма движения материи, которая находится между химической и биологической, зоологическая форма движения и политэкономическая форма движения. Для нас важно сейчас обратить внимание на вот эти первоэлементы, которые характеризуют данные формы движения материи. И здесь природа начинает развиваться от изначальной какого-то положения, затем начинает образовываться первоэлементы. Из первоэлементов образуются атомы и молекулы, затем идут элементы супрамолекул, то есть молекулы, объединенные в большие молекулы, затем эти супрамолекулы, наибольший из которых является ген, они образуются в организме. Затем эти организмы образуют другую уровень, то есть уровень животных. Затем для социальной формы движения, характерно образование стада, и для экономической формы движения, характерно образование государственных предприятий. Все эти элементы я свел в таблицу. В этой таблице показано следующее. Во второй графе написано «Форма движения материи», и в скобках написано «Наука», которая описывает данную форму движения материи. Во втором столбце элемент, который характерен для данной формы движения материи. В третьем – «Определение науки». Если мы сбазируемся на высказывании Энгельса о том, что химия – это физика атомов, то там получается принт такой. То есть мы берем для того, чтобы определить, что такое наука химия, мы берем в определении предыдущую науку, которая характерна для предыдущей формы движения материи, и добавляем значение элемента, характерное для предыдущей формы движения материи. В соответствии с этой таблицей, определение всех наук показано для каждой формы движения материи. И получается таким образом, что химия – это физика первоэлемента. физика, в свою очередь, – это механика всего. Например, сравним с определением Энгельса, он писал, что физика – это механика молекул. Но здесь мы видим, что до молекулы – это элементы образования химической формы движения материи. Поэтому механики, как таковой, молекулы могут и не быть. Поэтому определение Энгельса здесь неправильно. Далее мы идем информационная форма движения материи. Это химия молекул. Биологическая форма движения материи – это информатика супрамолекул. И, соответственно, зоологическая форма движения материи. Зоология – это биология организмов. Социология – это зоология животных. Политическая экономия – это социология стада. А здесь самое интересное, что, продолжая аналогию этих определений, можно найти еще одну форму движения. Это всеземная форма движения материи, которая будет присутствовать уже после того, как отомрут государство. Ее можно также определить, как политическая экономия государственных предприятий. Таким образом, мы по таблице видим, что можно всегда дать определение, чисто формально складывая один столбец с другим. И определение науки можно показать вот такой формулой. То есть определение науки состоит из названия науки предыдущей формы движения материи и элемента предыдущей формы движения материи. хотел бы еще раз остановиться на том, на мировоззренческом, так сказать, понимании. Вот данный график показывает, что все-таки природа – это живое существо. Мы его пока не понимаем, что оно и как. Но здесь все развитие природы, оно идет закономерно. Оно не случайно и не хаотично. Оно развивается закономерно. Но здесь мировоззренческая, так сказать, составляющая заключается в том, что если мы воспринимаем природу как живое существо, как имеющее какую-то цель, то мы и относимся к ней не как к вещи, а как живому существу. То есть как сотрудничая, развивая, исследуя ее, не ставя задачи ее поработить. Таким образом, в итоге имеем, что я встаю уже в ряд, так сказать, существующих и бывших великих ученых, потому что открытые мной три формы движения материи, информационная, зоологическая и политэкономическая, уже меня перегнать, ни один философ уже ни сейчас, ни в прошлом, ни в будущем уже никто не сможет. И в заключении надо сказать, что вот эта таблица, она показывает самым простым способом, как определить материю. Здесь сложности чисто интеллектуальные заключаются в том, что мир надо представлять не как сложение простых, а как сложение производных. Химия является производной от физики. А что такое биология организмов? То есть зоология – это производная от биологии. Таким образом, в таблице представлены все центральные науки и даны их формальные определения. Все, доклад окончен. Спасибо. Спасибо. Учаем у вас, коллеги, вопросы. Учаем у вас вопросы. Пожалуйста, Николай Васильевич. Анатолий Алексеевич, поскольку философии, согласно философии, основным свойством материи является движение, то что побуждает материю к движению? Или что движет материю? И есть ли цель этого движения? И не могли бы дать определение, что движет материю? Для этого физики пока неизвестно. Физики-то нет, это понятно. Но материя все-таки развивается. Цель направлена. Анатолий Алексеевич, вы сказали такие слова. Вначале какое-то физическое поле, и потом строите этот график. Информацию вы помещаете на каком-то этапе, она у вас появляется. Вот это какое-то физическое поле, там информация есть. И какова структура этого поля? Вы пытались поискать? Скорее всего, это какая-то эфиродинамика. Я даже не знаю, я просто догадываюсь, я не физик, поэтому, скорее всего, это эфиродинамика. Потому что, ну, есть точка, где, ну, нет в явном, материя не представлена веществом. Есть точка, где не представлена материя веществом. Значит, ну, есть две формы, поле и вещество. Вот в начале, вот это, вот здесь, в начале, есть точка, где материя не представлена веществом, скорее всего. Но там информации нет? Там информации, почему нет-то? Вы как бы, вы там были или что? Нет, я у вас спрашиваю. Я там был, да, я там нашел информацию. Возможно. А почему вы там не нашли? Вот в изначальной этой точке. Может быть, в развитии этого вопроса существует целый ряд физических теорий, которые называются информационными. Все пытаются свести к кодам Вселенной какой-то, скажем там, обделенной Новико в 90-е, или раньше даже годы было. Других авторов. Так может быть, действительно информация появляется на физической или более ранней ступени. Или более глубокие, фундаментальные ступени. Возможно. Я точно не скажу это. Я просто вам представил вот такую картину мира. Вы можете с ней соглашаться, не соглашаться, там где-то отыскивать какие-то отступления, может быть, что-то не совпадает. Но просто каждый человек должен иметь такую картину мира и понимать, где находится физика, где находится... Ну, вот, например, периодическая система Менделеева первоначально была создана, проградуирована в соответствии с массами элементов. Но правильно-то оказалось проградуировать не в соответствии с массами, а в соответствии с элементами предыдущей формы движения, а именно в соответствии с строением зарядов наружной электронной оболочки. Вот это будет правильно. То есть, именно физическая является предыдущей перед химией, а масса – это форма движения материи, механическая. Коллеги, еще вопросы есть? Есть, пожалуйста, вопросы. Анатолий Алексеевич, если возможно, уточните, пожалуйста, вашу точку зрения над... где в настоящий момент социум находится на этом графике в исторических рамках. Кто-кто находится? Социум человечества вообще. Человечество на данный момент находится на уровне стада. То есть, уровень, где человечество самое высокоорганизованное, но все равно это стадо, управляемое стадо, к сожалению. Мы выйдем на другой уровень, когда перейдем на уровень социализма. Спасибо. Продолжение следует...